МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем варить пиво для участия в конкурсной программе Форума винокура в знак качества. Рецепт я нашел на сайте Бирсмис. Вот я его распечатал. И будем приступать к варке. Для этого мне понадобится 4 килограмма солода Пилснер цветностью 3,0. Солод Пэйл Вит пшеничный 750 грамм. И солод Декстрин 150 грамм. Хмель будет использоваться наггет и каскад. В идеале, в оригинальном рецепте используется не наггет, а хмель-галена. Но я его найти не смог. И поэтому по таблице замен взял наггет. Дрожжи буду использовать Сафель US 05. Сейчас отмерю нужное количество солода. На своей двухвальцовой мельничке я его размалю. С помощью вот такого предмета Бош. Не буду повторять присказки некоторых коллег. Ну и буду засыпать, потому как у меня уже пивоварня включена и вода греется. Пришло время засыпать солод. Температура засыпи у меня 70 градусов. Засыпаем солод. В оригинале рецепт пива называется блонд хэйр. То бишь, если дословно переводить, это светлые волосы. Ну то есть пиво должно быть очень светлым. Воды у меня залито 31 литр. По рецепту положено 33 литра. Но я просто подумал, что если я залью 33 литра, то потом при засыпи солода у меня все польется через края в моем 36 литровом котле. Ну и правильно я это подумал, потому что тут вот уже даже при 33 литра, ой, при 31 литра бункер практически полный. Но я так думаю, что помещу. Просто-напросто я решил как. Если вдруг получится слишком высокая плотность, по сравнению с той, которая должна быть согласно рецепту. Ну, перед кипячением разбавлю немножко сусловодичкой горяченькой кипяченой. И таким образом выйду из положения. Ну, вот как-то так. Практически впритык по объему получилось. Накрываю перфорированной крышкой. Затягиваю. Да, 31 литр. Это как раз практически под завязку котла. Если бы было чуть больше, то просто-напросто у меня бы сусловод полез через край бункера. Ну, все. Крышку затянули перфорированную и нажимаем на нашей автоматике кнопочку Далее. Все. Автоматика повестила нас в начале первой паузы. Первая пауза, напомню, у нас 68 градусов. Ну, и процесс пошел. Насос пошел прокачивать сусло через дробину. Затираем. Еще раз напоминаю, у нас две паузы. Основная 68 градусов и меш-аут 78 градусов. 68 градусов у нас 75 минут и меш-аут 10 минут. Затирание подходит к концу. Сделаем йодную пробу. Ну, что. Все осахарилось замечательно. Йод совсем не меняет цвет. Все шикарно. Затирание закончилось. Теперь, вот не извлекая дробину, сразу промерю плотность. Честно говоря, рецепт интересный. Но мне интересно, как может получиться, вот по рецепту, если смотреть по-пошаговому, у меня должно было получиться 30 литров сусла после затирания. Если даже заливать при 33 заливке. Если заливать туда 33 и вес дробины, вернее, не дробины, солода практически 5 килограмм, плюс еще что-то испаряется. Как могло получиться 30? Ну, не знаю. Посмотрим. Во-первых, посмотрим, что у нас с плотностью. Плотность должна быть 10-11. Ну, если быть точно там 10 с половиной. Ну, вот отлично видно, что плотность 12. По рецепту здесь промывание не проводится. я же пролью литром и 3 водички. Заодно плотность упадет. Ну, и немножко поднимется общий объем. Вывешиваю бункер, проливаю и извлекаю его из котла. С помощью подручных средств поднял повыше бункер по отношению к котлу. Кто смотрел обзор на этот бункер, я там говорил, что у него недостаток вот эти вот направляйки, куда вставляется приспособа для того, чтобы вывешивать, они сделаны слишком высоко на бункере и он получается глубоко, толку с этого мало. Но Альянс это еще тот кудесник. Ладно, сейчас ролик не об этом. Вот поднял повыше, после проливки водой в количестве 6 литров объем на кипячение получился порядка 30,5 литров. Ну, при 33 заливке у нас должен быть объем 30 литров. Будем считать, что где-то примерно по плану. Далее сейчас убираю бункер и посмотрим, что у нас получилось в итоге с плотностью на кипячение. Плотность на кипячение у нас должна быть 10,5. Ну, 10-11, пусть будет так. А после кипячения должна быть 12. Посмотрим, что у нас будет получаться. Бункер я удалил. все перемешал и теперь померяем плотность. Ну, а плотность у нас 11, то есть в пределах нормы. да, и кстати, после того, как я удалил донышко и так далее, получилось ровно 30 литров. Так что все отлично, запускаю кипячение, то бишь варку. Датчик в котел и процесс пошел. как вы помните, у нас будет два хмеля. Один хмель будет в начале кипячения, второй за 10 минут до окончания. Кипячение 60 минут. Дело к закипанию, но пока еще не внесли хмель, есть возможность снять пену. Ну вот как-то так. Зуммер сработал, начало варки пошло, отчет пошел. И вносим первый хмель. Это у нас наггет 15 грамм. В оригинале голена. Ну поехали дальше. Осталось 10 минут до конца варки. Вносим второй хмель. Второй хмель у нас каскад. 30 грамм. Ну и соответственно вносим чиллер, чтобы он успел продезинфицироваться. варка закончила. Включаем охлаждение и охлаждаем сусло. Ну охладим градусов до 25 и 24 и будем сливать. Соответственно во время охлаждения буду сусло перемешивать, чтобы охлаждение было более эффективным. сусло остыло до 24 градусов. Извлекаю чиллер, раскручиваю сусло в емкости, организовывая так называемый вирпул, чтобы весь брук осел примерно посредине котла. и даю ему осесть минут 10-15. После этого будем производить слив. Приступаем к сливу нашего сусла. Итак, сусло пошло в бродильную емкость. Вот так вот сусло сливается активно, заодно насыщается кислородом перед брожением. Все отлично! Музыка Музыка Ну вот так вот сусло наше слилось. Давайте посмотрим, что у нас осталось в нашем котле. А в нашем котле остался брук. Соответственно, перекрываем кран и вносим дрожжи. Как я уже говорил, дрожжи будут сафель US05. Вносить буду просто рассыпая по поверхности. Накрываем крышкой и под гидрозатвор. Чуть не забыл померить плотность перед брожением. плотность получилась 13. Должна была быть 12. Ну значит пиво будет чуть крепче. Прошло 12 часов с момента внесения дрожжей. И вот так ведет себя гидрозатвор. Все отлично. Ждем первичное брожение у нас четверо суток. Потом будем переливать на вторичное брожение. брожение нашего пива прекратилось. не знаю как пиво светлые волосы блонд хейр а назовем его просто блондинка. Прекратилось уже прошло сначала брожение 5 суток. По рецепту первичное брожение положено четверо суток. Но учитывая что я был в командировке только сегодня вернулся деваться было некуда и первичное брожение было 5 суток. Я все продезинфицировал вот емкость продезинфицировал еще раз напомню что дезинфицирую я только 70% дезинфицировал раствором этилового спирта вот здесь в кранике залит этиловый спирт на всякий случай краник тоже продезинфицирован теперь мы краник поворачиваем ну ну наверное правильно я сделал что я его дезинфицировал там что-то какая-то мутная субстанция внутри была хотя все было помыто теперь одеваю на краник шланг шланг одеваю такой длины чтобы он доставал до дна емкости в которую переливаю шланг у меня тоже продезинфицирован этиловым спиртом теперь что делаем ну сначала конечно нужно организовать доступ воздуха в бродильную емкость нужно либо открыть крышку либо убрать гидрозатвор что мы и сделаем убираем гидрозатвор и открываем краник пиво пошло ну или то что должно стать пивом то бишь сусло ну вот такое светленькое интересненькое будем надеяться что у нас все получится пиво слилось на вторичное брожение накрываю его крышкой соответственно все это дело защелкну и поставлю гидрозатвор для того чтобы оно работало дальше что у нас получилось здесь ну вот такой вот дрожжевой осадок ну немножко там осталось сусло не стал я его выцеживать до конца дабы меньше дрожжей попало на вторичное брожение вот как-то так теперь оставляем наше пиво на вторичное брожение еще на 10 суток пришло время разливать наше пиво на карбонизацию вот оно у нас вот так замечательно выглядит я уже приготовил для перелива такую же емкость переливать будем в нее карбонизировать буду с помощью праймера из декстрозы на весь объем я здесь взял 200 граммов декстрозы пол-литра водички все это дело прокипятил остудил для того чтобы если вдруг там есть какая-нибудь левая жизнь от нее избавиться праймер заливаю в емкость и сливаю туда уже практически наше пиво пиво вот наше сусло перелили теперь тщательно перемешиваем чтобы хорошо декстроза перемешалась еще раз напоминаю что все емкости все инструменты при приготовлении пива тщательно моются и дезинфицируются я дезинфицирую 70% раствором этилового спирта ну вот так вот перемешиваю ставлю емкость наверх и приступаю к розливу пива приступаем к розливу пива как я уже говорил все продезинфицировано в том числе и краник я его поднял вверх налил туда спиртик протер снаружи все можно конечно разливать через сифон я этого делать не буду потому как опытным путем с сифоном без сифона я различий не вижу закрывать пластиковые бутылки буду вот такими крышками с дрожжеволавливателями для того чтобы потом можно было удалить эту крышку и нормально наливать пиво не боясь о том что дрожжи попадут в напиток учитывая что это пиво готовится на знак качества и там сразу разлить бутылку вряд ли получится вещь очень важная можно конечно переливать в другую тару потом наливать из нее гостям но я считаю что это не совсем хорошо когда переливаешь потом начинаешь разливать первый стаканчик бокальчик нормально а в конце карбонизации нет толком ничего нет это уже не совсем нормальное пиво поэтому буду использовать крышки с дрожжеволавливателями теперь наливаю вот наливаю практически почти полную бутылку беру крышку с дрожжеволавителем на бутылочку нажимаю чтобы вышел воздух и закручиваю крышку некоторые блогеры даже популярные этого не делают но я считаю что лишний воздух в бутылке находиться не должен его и так туда достаточно попадает при разливе как наливаю эти бутылки я показал соответственно ставлю их на пробку и отправляю на карбонизацию часть бутылок я буду заливать бугельных с бугельными бутылками еще проще наливаем ну как-то примерно вот так вот чтобы немножко места оставалось потом прикрываю крышку но не закрываю ее на замок замок открыт и оставляю в таком положении ну где-нибудь на несколько часов газ который будет выделяться при карбонизации брожении пива вытеснет оттуда воздух и потом я все бутылочки защелкнул ну а теперь продолжаю розлив закончил розлив пива в общем и целом получилось 22 литра теперь отправляю его на недельку на карбонизацию а потом как раз останется месяцок до знака качества и будет оно отправлено на выдержку на этот месяц ну а дегустировать будем на знаке качества на этом все всем всего доброго хороших и вкусных напитков вам